Газель фургон загорелась на ходу. Пожар произошел сегодня днем. Автомобиль подвозил груз в магазины на проспекте морском. После разгрузки водитель газели начал движение. В этот момент впереди автомобиля пошел дым. Со слов водителя автомобиля и при осмотре места пожара установлено то, что пожар возник в моторном отсеке автомобиля, возник вследствие технической его неисправности. Водитель автомобиля пытался потушить его своими силами, однако пришлось прибегнуть к помощи пожарных. В результате сгорел весь моторный отсек, также кабина водителя. Сейчас дознаватели проводят проверку. Северодвинский велосипедный вор найден. Очередное преступление грабитель совершил в доме 113 по улице Ломоносова. Двое молодых людей зашли в подъезд и взломали колясочную. Оттуда они прихватили с собой велосипед. Работая по преступлению по горячим следам, был выявлен на улице силами уголовного розыска похищенный велосипед. И в последующем было установлено лицо, которое данный велосипед похищен. Велосипед стоимостью 15 тысяч рублей вернули хозяйки. Теперь двухколесным ворам грозит до пяти лет лишения свободы. Гаражные воры сработали чисто. В одном из боксов ГСК Беломорис произошла кража. Накануне вечера молодой северодвинец обнаружил, что в его гараже недостает ценных вещей. На месте не было велосипеда, угла шлифовальной машинки и бензопилы. Однако дверь гаража не была взломана. По предварительной информации, злоумышленники попросту подобрали ключ и открыли гараж. Общий ущерб, причиненный хозяину бокса, в 80 тысяч рублей. Сейчас полиция проводит проверку. Северодвинцы по-прежнему дарят деньги мошенникам. Накануне вновь обманутой оказалась 69-летняя северодвинка. Женщине на телефон пришло сообщение, ее банковская карта якобы заблокирована. Так что необходимо позвонить по телефону и через банкомат ввести код, что она и сделала. В итоге северодвинка подарила мошеннику 43 тысячи рублей. Полиция еще раз напоминает, в первую очередь нужно звонить по телефону 02, а не незнакомцам. КОНЕЦ КОНЕЦ